Радио 54 Первое. Областное радио Такие, как достать микроскоп Придумать, как это сделать Научиться шлифовать зернышки Научиться делать резцы Работать под микроскопом Невзирая на биение сердца Которое мешает работе Ну вот так вот потихонечку И выросло Это мое увеличение Уже в такое дело жизни А как выглядит вообще рабочее место Там стоит микроскоп, что еще Что там есть еще Что делаете руками, какими предметами У меня микроскоп, большой, хороший микроскоп А все мои инструменты Весь мой инструментарий Он находится в ящиках стола И в самом главном ящике Находятся инструменты Какие-то работы, которые в процессе изготовления Находятся, ну и так вот Знаете, а мне вот технически интересно Фигурки, они же очень маленькие, ну миллиметрами измеряются И вот сами инструменты, насколько они вообще Классованы в своих размерах Ну они еще меньше, некоторые инструменты Тоньше волоса Некоторые побольше Ну у меня разнообразные, разнокалиберные инструменты В зависимости от той работы Которую я выполняю А волос поподробнее На одном волоске Владимир как-то написал, что задача искусства Волновать сердце Вот так Это же можно написать на волоске Представь себе Думайся, как это еще классно звучит Смотри, сердце мешает работать Но волновать сердце при этом нужно Да, или как-то надо определиться по отношению к сердцу Все-таки мешает или помогает Еще один ваш проект, о котором писали Средства массовой информации Самая маленькая в мире книга Куда будут вписаны имена мастеров Микро-мини-тюристов Когда она будет готова, если еще не готова? Она уже готова Я ее сделал несколько лет назад Попытался я внести эту книгу В книгу рекордов Гиннеса Но получил отказ Потому что номинация в этой книге Следующая Самая маленькая печатная книга И они требуют Правила такие Что она должна быть изготовлена Именно методом печати Как печатают обычные книги Листочки должны быть из бумаги Тиражируемость должна быть А у меня фактически там два экземпляра было И все эти правила были нарушены Поэтому они отказались рассматривать А сколько времени вообще уходит на изготовление Ну, скажем так, одной фигурки? В среднем, да От недели до полугода Но это исключительно время на изготовление работы А вот поиск технологий может занимать несколько лет А на заказ вы что-то делаете? Можно обратиться к вам, к примеру И создать вот такой подарок на день рождения? Кстати, подарок действительно интересный был бы, да? Да, на заказ я делаю Ко мне обращаются люди Что заказывают? Что просят сделать? Что заказывают? Обычно это рисовое зернышко И обыгрывают либо логотип компании Либо хобби того человека, которому дарят Но у него должен быть микроскоп, чтобы нацелить Вот, у меня тоже сейчас вопрос Как увидеть подарок, получается? На самом деле Я это дело предусматриваю И делаю Ну, размер на рисовом зернышке Ну, достаточно большой И можно просмотреть через хорошее увеличительное стекло А вообще, если, допустим, мне стала деятельность интересна С чего бы мне стоило начать? Ну, то есть какая-то аппаратура, возможно Либо та же литература, про которую вы говорили Может быть, проанонсируем чуть-чуть? Литературы по микроминиатюре Там раз-два я обчелся Но, прочтя ее, вы не сможете делать микроминиатюр Логично, да Что вам нужно? Это, ну, прежде всего, микроскоп и вагон терпения Вот об этом я и хотела спросить Когда сидишь над объектом своих талантов Вот достаточно долго Как вы потом справляетесь? Действительно, когда терпение же может и лопнуть У тебя такая история, Ивану? Дело в том, что я работаю с радостью А от радости не устают Скажите, а вообще, насколько это затратно? То есть покупка материала, приобретение Его и дальнейшее использование Самая затратная вещь – это покупка монокуляров И заказ подставок для работ, которые готовы И которые нужно оформить Это самая затратная часть микроминиатюры Потому что золото, с которым я работаю Ну, оно продается Вот эти маленькие разгромовочки золота Недорого стоят И надолго хватает Поэтому материал, затраты на материал Это практически ноль А вот сделать так, чтобы работу оформить И показать ее зрителю Ну, то оформление одной работы Обходится около, там, от 5 до 10 тысяч рублей Смотрите, насколько я помню из интервью В котором вы упоминали Что у вас есть любимые материалы Это краще пигмент И еще, насколько я помню Это частицы пыли Скажите, а как вы вообще пришли К этому пулу материалов? То есть как вы их выбрали? Это с опытом пришло Как вы режете пыль, как колбасу? Да-да-да С опытом Идея поиска материалов идет от задумки Вот есть идея И ты начинаешь думать Как это сделать Из чего это делать И вначале просто это метод тыка Дай я попробую из этого сделать Дай я попробую из этого Как этот материал ведет себя И ты на кончиках пальцев Начинаешь чувствовать свойства материала И уже в будущем знаешь В каком месте его можно применить Скажите, а вообще у нас в Новосибирске Много ли мастеров, которые занимаются Именно этой деятельностью? Возможно, есть какой-то комьюнити? Ну, их мастеров всего лишь 11 человек в мире И вы в том числе? Да, поэтому в Новосибирске я один Как приятно С кем мы сегодня в студии, правда? Владимир, а вы родственникам что-то делали? Вот, например, в подарок жене, детям? Да, жене я сделал два подарка Через несколько лет после того, Как я начал заниматься микроминиатюрой Она говорит, слушай, у меня-то вообще ничего Обычно, да Я ей сначала там зернышко подписал А потом сделал такой подарок На торце волоса я расположил две розочки И это был мой подарок ей на свадьбу На десятилетие свадьбы и венчания Вот это да Скажите, а над чем вы работали дольше всего? И это, наверное, история, конечно, запомнилась вам Две работы, которые заняли у меня по полгода Это шахматный столик, выполненный из корлупы грецкого ореха Он был сделан в начале моей творческой деятельности Поэтому у меня было мало опыта И он у меня ломался Только с третьего раза мне удалось сделать Шахматный столик, ты вслушайся Из корлупы грецкого ореха Ты понимаешь вообще сейчас, на каком языке мы разговариваем? Если честно, мне кажется, я абстрагировался от реальности Это просто красота И в итоге все получилось? Да, в итоге получилось А вторая работа, которая очень много времени у меня заняла Это был кубок УИФА Он расположен на среде макового зернышка Сложность его заключалась в том, что нужно было воплотить в миниатюре настоящий кубок А у настоящего есть определенные пропорции То есть там фантазийной части нет Только техническая А поскольку мною было заявлено, что я этот кубок делаю А он у меня не получается И вот полгода я трудился И только с сорок первой попытки он у меня удался Скажите, может быть кто-нибудь из ваших родственников тоже присоединился к вашей деятельности Но посмотрел на вас и думает Ай, ну я тоже так хочу научиться Тянулся, да Нет, у меня трое сыновей Один маленький, пять лет ему А другие-то взросленькие уже Я понимаю, какое у них есть преимущество У них есть папа, который может научить Ну если не микроминиатюре, то хотя бы работать с мелкими вещами Под микроскопом, что всегда пригодится в жизни Но не нахожу у них отклика, интереса Не нахожу, почему? Потому что для них это не есть встреча с чудом Как было для меня в свое время Это папа, это обыденность Поэтому у них нету такого вау Ну и думаю, ладно, вы идите своей дорогой Радио 54 Первое областное радио Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!